Здравствуйте, уважаемые зрители! По вашей просьбе я свяжу окуневый стример. Но он не только для окуня, подходит и для белой рыбы. Также можно на него поймать и щуку. Все изготовление основано на базовых моделях лососевых мушек. Это вот у меня промежуточный вариант между настоящей лососевой мушкой и окуневой, как я ее называю. Сейчас мы с вами свяжем натуральную окуневую, но используя технику и базу, лососевых мушек. Берем крючок подходящего для вас размера, на какую рыбу вы будете охотиться. Промазываем немножко основание клеем и проматываем ниткой. Как я и говорил, все материалы в основном я стараюсь использовать те, которые уже использовать другие вязальщики не пытаются. Проматываем. Основное правило. Эта мушка должна быть проста в изготовлении и быть для нас несколько относительно дешевым вариантом. Доходим до загиба и формируем небольшое колечко из нитки для того, чтобы наш хвостик при креплении был приподнят. Сделали вот так. Вот у меня имеются разные остатки перьев, которые я не выбрасываю, а использую в дальнейшем для изготовления грудок, плавничков, хвостиков. Я беру и отрываю от этого пера пуховую часть ровно столько, сколько мне, допустим, необходимо для формирования хвостика. Вот у меня вышел вот такой пучочек. Примерили, он нам подойдет. Остатки отрезаем с того, чтобы не было утолщений на цевье. И в одной точке прихватываем притяжной петлей. Прихватили, посмотрели, достаточной ли длины. Немножечко длинноватый лишний отрежем. Вот так будет достаточно. Прихватили наш хвостик. И сюда же я добавляю несколько блестящих волокон. Вот такого голографического люрекса. Парочку больше не надо. Вот так, как вы видите. И теперь в качестве обмотки по телу для сегментирования я буду использовать вот такой материал. Отрезаю нужной длины мне полосочкой. Креплю здесь же. Хорошо проматываем наш материал. И начинаю формировать здесь же методом разделения нити даббинговую нить. Даббинг я буду использовать черного цвета. Который у меня получается при удалении подшерстка из мехописца. Расщепляем нить. Поделили. Если у вас методом деления по какой-либо причине не получается, вы можете спокойненько сделать даббинговую петлю и использовать ее для изготовления нашей веревочки даббинговой. Берем немножко меха, сколько нам понадобится. Почему я использую черный? Потому что черный и белый окунь, так же как и судак и щука, очень у нас любят. И наношу прямо на нить небольшими порциями наш мех. Подровняли, если рассредоточили. И теперь у меня получилась вот такая веревочка, как я уже рассказывал. Я беру влево или вправо, как вам будет удобно. Кручу бовинодержатель. Нить остается у меня на пальце. Потом я ее вот так отпускаю. И у меня все начинает вот так закручиваться. Прокрутили еще немножко, подровняли, подергали наш мех. Те, которые торчат, ворсиночки убрали, чтобы нам не мешали. Вот. И начинаем формировать тело. Нить не выпускаем из рук, так как она у нас уже скрученная. Возле хвостика чуть поменьше. И сформируем конусообразное тело с утолщением у нас к центру. Так как нам проматывать остается совсем немножечко, я не буду расщеплять нить. Беру просто, добавляю мех и скручиваю обычным способом. Тело, как я уже говорил, можете сделать расцветки в любой, как вам будет позволять ваш даббинг. Хорошо еще оранжевый, желтый чередуются. И создаем вот такую вот у нас конусность. И здесь сходим почти колечко на нет. Добавим еще немножко. Тело должно быть объемное, но не должно быть рыхлым. Поэтому даббинг желательно скручивать хорошо, чтобы у нас не создавалось эффекта рыхлости. Закрепили, сделали польгу узелочек. И теперь вот те ворсиночки, которые у нас торчат, я их оборвал. И начинаю обмоточку в обратном направлении нашим люрексом. Количество витков вы выберите для себя сами. Главное, чтобы они были достаточно симметричны и красиво смотрелись. Закрепляем. Наш пластик. Остатки отрезаем. Здесь и делаю завершающий узел, так как буду переходить к другой, более тонкой нити. Закончили. Берем теперь с вами любимый инструмент для даббинга и немножечко вот так его распушим. Если сильно волоски, вот как у меня здесь торчат, можно немножко подрезать. В целом тело наше уже имеет хорошую форму. Теперь я беру другую нить. Буду крепить перо у горлышка. Делать небольшой ёршик. Беру остатки пера, который у меня оставался с предыдущего вязания. Вот его, этого количества мне будет достаточно. Но я вам покажу по-другому, как можно сделать. Беру другое перо, в котором точно так же есть остатки перьев. И отрываю необходимое количество бородок, вот так, для горлышка. Там, где будут наши плавнички. Примерили. Остатки отрезали. И на месте крепления я немножечко промазываю клеем. Совсем-совсем капельку. И наш юни-муляр хорошо люрекс прозрачный схватится. И в то же время вся конструкция будет более крепче. И притяжной петлей я прихватываю наше перышко. Вот, прихватили, посмотрели, что у нас надо подтянули немножко перо. Теперь длины нам достаточно. Прихватили в одной точке. И остаток отрезаем. Так вот, достаточно. И приходим к креплению нашего крыла. Я беру щепоточку белого песца. Совсем немножечко, чтобы отделить наше тело от такого же черненького крыла, которое будет у нас в дальнейшем. Отрезали. Убрали подшерсток. Волоски, которые сильно торчат, тоже убрали. Примерили наше крыло. Убрали еще волоски, которые нам мешают. Приблизительно. Так. И крепим наше крыло. Но предварительно на место крепления мы добавим немножечко клея. И притяжной петлей прихватываем наш мех. Мы прихватили, посмотрели. Нас вполне устраивает расположение. Мех у нас никуда не ушел. Сделаем пару оборотиков еще для крепления. Сильно не усердствуем, потому что сейчас будем крепить другой элемент. Берем наш мех песца черного цвета. Берем пучочек. По объему такой же, наверное, как и белого. Сильно объемное крыло нет смысла делать, так как мы стример не подгружали, чтобы его использовать в предповерхностной пленочке. Подшерсток убираем, не выбрасываем. Посмотрели на длину. Вполне достаточно. Остатки отрезали, промазали клеем. И как я уже говорил, распределяем мех над белым. И потом создаем небольшую крышу. Как бы покрываем. Вот так. Отлично. Немножечко прихватили наш черный мех. И теперь берем, крепим последние наши элементы. Это кристалл флэш и другой люрекс. Добавили клея. Крепим парочку наверху. Прихватили. Подмотали. Отвели слегка вверх. И поделили пополам на две половиночки. Вот так. Возьмем немножечко плоского голографического люрекса. И добавим по краям. Ровно совсем немножечко по парочке прядей. Как я уже говорил в своих фильмах. В зависимости от величины нашего крючка и элементов. С успехом можно ловить любую даже мирную рыбу. Такую как платва. Красноперка. Платва кстати не обрезают и такой величины схватить. Стримерочек. И теперь мы хорошо закрепляем наш материал и формируем головку. Вот мы завершили наше вязание головки. Вскрыли лаком. И наша мушка которая была лососевой превратилась в стример для ловли нашей хищной и мирной рыбы. Заверяю еще раз. Вот такого вида стример. С разными расцветками, раскрасками и конфигурацией крыла. С успехом ловит. Как я уже перечислил. И мирную рыбу. И практически всю хищную. Которая обитает у нас в юго-востоке Украины. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.